МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как наладить отношения с матерью, которая все твое детство провела на могиле погибшего сына? Встречайте, Елена Голюс. Меня зовут Елена Голюс, 27 лет. Я из Киева. Я иду на проект для того, чтобы выяснить отношения с матерью. У нас хорошие, крепкие отношения, как у мамы с дочкой. Чтобы что-то их изменило, нарушило, я думаю, что нет. Те ошибки, которые она допускала с мужчинами, мне кажется, что, стараясь избежать их в своей судьбе, я все равно их повторяю. Возможно, выяснив какие-то моменты прошлого, мой нынешний муж сделает выводы, и у нас будет лучшее отношение. С Александром мы вместе уже 5 лет. Я задумалась за это время о том, что я не хочу жить с этим человеком. Отношения как были у нас хорошие, так и они останутся, думаю. У нас плохо так, что врагу не пошло. Встречайте, Елена Голевна. Здравствуйте, Елена. Прошу присаживайтесь. К чему вы здесь? Я хочу выяснить отношения с мужем. И хочу услышать, что мать все-таки признает свои ошибки в прошлом по отношению ко мне. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Но вначале хотелось бы познакомиться с людьми, которые пришли сегодня вас поддержать. Мама, Наталья. Александр, муж. Ольга, двоюродная сестра. Наталья, вы понимаете, о каких ошибках идет речь? Догадываюсь. Готовы в них раскаяться? Да. Неправда. Ну, здесь все будет правда. Правило вам известно. Кроме налаживания отношений с мамой и супругом, вы еще можете заработать четверть миллиона гривен. При условии, конечно, если честно, ответите мне на 21 вопрос. Все вопросы разделены на блоки. В первом блоке 6 вопросов и фиксированная сумма 5000. Готовы услышать первый вопрос? Да. Внимание, вопрос. Линясь устраиваться на работу. Вы вышли замуж за первого встречного в надежде, что он будет достойно вас содержать? Да. Мы сейчас об Александре говорим? Нет. А сколько раз вы были замужем? Три. А сколько вам лет? 27. Первый встречный – это просто был брак по глупости. Мне было 17 лет. Мне казалось, что я достаточно взрослая. И надо более конкретно входить во взрослую жизнь, значит, выйти замуж и жить отдельно от мамы. И вот просто интересно. Что нужно было делать, чтобы ребенок в 17 лет хотел уйти из дома за первого встречного? Хотел ребенок. Я финансовые поддержки искала, выходя замуж необдуманно. Я очень жалею, что я родила ребенка от этого человека. Почему? Ну, я не представляю жизни своей, если я не буду знать, что мой ребенок ест, пьет, что она делает. А этот человек живет и наслаждается жизнью, абсолютно забыв даже, наверное, ту мелочь, что когда-то у него родился ребенок. У вас девочка, да, как я понял? Как зовут? Сколько лет? Владислава. В этом году уже будет 10 лет. Влада своего родного отца не видела. Ну, скажем так, в последний раз она его видела, когда ей было полугода. Я сомневаюсь, что она его запомнила. Ну, а второй муж? Ну, со второй мне как-то совсем ошиблась. Мне хотелось как-то, чтобы ребенок рос в семье с папой. В этом человеке я заметила вот отцовские качества. Меня это подкупило. Мы поженились, но прожили 4 месяца и развелись. Ну, а с третьим-то хоть повезло? Надеюсь. Вы еще не знаете? Вы сколько вместе? Где-то уже года 3. 4. 5. Уже 5? Да? Сори. Вас дома не бывает? Вы кем работаете? Дальнобойщиком? Бухгалтером. Как относитесь к дочери? Нормально. У меня, в принципе, тоже сын от первого брака. Вроде дети ладят, все нормально. Ну, вы приняли ее как родную, все хорошо? Естественно. Внимание, вопрос. Вам больно наблюдать за тем, как дочь унижается перед вашим мужем, стараясь вызвать в нем отцовскую любовь? Да. Это правда. Как отец он вас не устраивает? Он, ну, скажем так, почти нормальный. Но хотелось быть чуть-чуть лучше. О чем идет речь? Влада. Лет, наверное, с пяти она начинала понимать, что есть папа и мамы. Ей тоже этого хотелось. И когда появился Саша, я увидела, как она тянется к нему. Ну, то есть она, мы стали жить вместе, она ощутила, что это как глава семьи у нас идет, Саша у нас строгий. Я ему даже вначале говорила, что, Саша, вам надо найти общий язык, и ты, как взрослый, должен, ну, первые, это, наверное, какие-то шаги сделать. Даже в том плане, чтобы она его папой начала называть. Как бы малую к этому подвела. Ему объяснила, как, что ты должен был бы сказать. Оставила их наедине и сама же в щелочку стою, подслушиваю. Чудо ждали? Да. И что? Он говорит, Влада, мы тут подумали с мамой. Ну, ты можешь называть меня папой. Она сказала, ну, хорошо, я подумаю. И ушла в комнату. Я говорю, ну, и что, ты подумала? Ну, да, я говорю, еще не. А как он должен был поступить? Поделитесь опытом. Ну, мне кажется, что он должен был бы сказать, что я вот к тебе отношусь как к дочери, озабочусь о тебе. Как ты к этому относишься? Вот как ты ко мне относишься? Она бы сказала, что тоже хорошо. Вот давай, может, на этой почве как-то. Особенно слово почва для пятилетнего ребенка. Вот это как раз в точку. Ну, он бы сказал бы, допустим, что мне было бы приятно, если бы ты называла меня папой. Проблема в том, что вы торопите события. Конечно же, наверное, хорошо, если бы ваш ребенок называл Сашу папой. Но это все должно было произойти само собой. А не вот в особый день исключительно потому, что вам так захотелось. И мы долго к этому шли. Я подготавливала их обоих. Я просто видела, что она относится к нему, то есть она хотела этого. Если бы она хотела, она бы это сделала сама. Ну, хорошо. А кроме этого, есть ли еще какие-то преступления перед дочерью? Он очень плохо выражает свои эмоции. Она что-то сделает, прибежит к папе хвастаться, там показывает что-то. Максимум, как он может отреагировать, это молодец. Не так это надо делать. Я просто как бы отношусь и к своему ребенку очень строго. И, то есть, ну, скажем так, похвалы надо заслужить. Ну, скажем так, он не ругает, он не говорит обидных слов, он не оскорбляет, но он таким тоном скажет какую-то фразу, например, там, помыть посуду, что у малой слезы начинают текти. Мама постоянно хвалит, а у меня должно быть. То есть, кто-то должен ругать, кто-то должен. Могу дать вам вот совет, хороший совет, работает. Возможно, даже вашей жене понравится. Если один раз поругали, надо три раза похвалить. Вот такая пропорция должна быть. Не наоборот, наоборот, это плохо. Я не ругаю, но стараюсь, чтобы так вот все строго было. А мама у нас мягкая. Знаете, вот беда-то в том, что вы, судя по показаниям полиграфа, искренне уверены в том, что дочь унижается перед мужем. На коленях ползает. Я искренне радуюсь ее каким-то успехом. Я хочу, чтобы он... Ну, а он не радуется этому. Ну, чурбан он черствый. Ну, или я не знаю. Ну, так я хочу, чтобы он становился мягче. Это тоже есть какой-то камень преткновения в наших отношениях. В целом, вот как я понимаю, у вашего мужа с дочерью стабильные, ровные отношения. Ну, да. Но вы это не цените? Ну, я буду ценить больше, а ты все равно больше радуешься. Я постараюсь. Вот то, что у вас есть, называется комплекс Бога. Я хочу, чтобы мир был таким, каким я его вижу. Ты радуйся, а ты называй его папой. Искренне. Продолжаем. Внимание, вопрос. Вы ненавидите супруга за его патологическую ревность, в результате которой постоянно сидите дома запертой? Да. Это... Правда. Ну, были ситуации, когда мы шли с подругами с работы и могли по дороге зайти в какое-то кафе и взять по пиву. По пиву? Ну, по пиву. Может, по кофе? По бокалу пива. Распить этот 1, 0, там, 33. Один бокал на троих, что ли? Да, практически так. И пойти по домам. Причем остальные все как-то нормально решали вопросы со своими мужьями. У меня же телефон красный. Когда телефон не отвечал, вот сразу уже напрягаешься. Встречание меня прямо под этим кафе с ревностью. Что я уже там много чего успела сделать. То есть за то, что я ему уже изменила. с мужчинами, которые там находились. После работы там, если они где-то остаются, ну, я могу там позвонить, спросить, где ты, что ты. И еще раз 300. Приеду, заберу тебя. Хорошо? Хорошо. И я приеду, заберу тебя. Все равно ты должна сказать, где ты будешь, с кем ты будешь. Так опускай, сама добирается. Все равно там... Что? Ну, общественный транспорт. Так, приехал, забрал, все нормально. В последнее время я никуда не ходила без него. По той причине, что не доверяет. То есть если я куда-то выходила из дома, я шла с ним. Понимаю, что если вместе, она, допустим, на что-то такое не способна. Ольга, возьму уж есть. Гражданский. Пиво пить разрешает? Без проблем. Он мне верит, я ему. Видите, очень простая модель. Так я ей не запрещаю. Вы ей не верите. Просто контролирую. Желание контролировать, это признак неуверенности в себе и недоверия к партнеру, к объекту контроля. А повод давало? Да нет. Может, любит. Может, и любит, но только это не о любви, это о другом. В себе не уверен. Продолжаем. Внимание, вопрос. Желая отблагодарить мужчину, который купил вам продукты, вы занялись с ним сексом, несмотря на то, что в тот момент состояли в отношениях со своим будущим мужем. Да. Это правда. Почему вы за пакет с едой сексом занялись? Там была черная икра? Нет. Ну, потому что у меня было какое-то желание его как-то отблагодарить, а других способов я не придумала. Узнали об этом? Нет. Когда мы с Сашей начали встречаться, ну, скажем, познакомились, мы договорились о том, что у нас свободные отношения. Мы так провстречались два месяца. Потом, как бы, говорю, ну, хватит, как бы, либо нормально, либо не надо. В этот момент, когда мы решили, что у нас будут серьезные отношения, он пригласил меня на дачу к друзьям вместе с ребенком. Семейный отдых. И на даче в незнакомом мне городе, причем мы ехали туда на его машине за его, как бы, счет, поэтому я не брала с собой никаких денег. Там произошло следующее. Саша напился до неадекватного состояния. Мне некуда было даже деться. А в дом, на дачу к друзьям, я зайти не могу, так как они ушли гулять и закрыли дом. А Саша где в беспамятстве? Ну, во дворе. Во дворе лежит, в дровах. Я стояла, плакала. И у меня села батарейка в мобильном. И один молодой человек, сосед, спросил, почему ты плачешь? Я сказала, что ребенок хочет кушать, мне нечем его покормить, и нет денег, я не понимаю, где я нахожусь, и куда бы мне можно было пойти, и кому позвонить. Мы поехали в магазин, он купил продукты и привез обратно. когда я вышла с машины, Саша накинулся на меня с кулаками. Мы вышли на озеро, отдыхали, Алена пошла с малой к дому, потом куда-то уехала с кем-то. У Саши просто провалы в памяти. Вот на озере мы были с утра, а уехала за продуктами, я поздно вечером. То есть, какой кусок в памяти провала, понимаешь? Ну, немножко не так. Да, было, Саша, посерьезнее. Саша начал бить и начал плакать ребенок. Ну, как бы следствие. Видишь, что человек приезжает с кем-то другим. Этот человек мне помог, забрал оттудова и отвез в гостиницу, где мы переночевали с ребенком. Я, находясь в таком состоянии, практически ночь прорыдала, и он меня как-то поддерживал, успокаивал. В эту ночь, скажем так, уже под утро у нас был секс. Понятно. Я бы все-таки попыталась как-то выехать домой в Киев и уже дома вынести деньги и рассчитаться с таксистом или с машиной или с водителем. У меня сел телефон, я не могу вызвать такси даже. Ну, может быть бы этот водитель согласился бы отвезти не в гостиницу, а домой. А дома уже по-любому бы рассчитались, бы нашли бы любую сумму. Я не могла. У меня вещи были в доме закрытые. Да ладно, эти вещи. Твое здоровье и ребенка дороже. Вы бы могли так поступить на самом деле. Мама здесь права, и вы поступили опрометчиво. Саша, на сегодняшний день я хочу, чтобы ты понимал, что это было очень давно. И на тот момент я еще не испытывала к тебе чувств, что испытываю сейчас. Это во-первых. А во-вторых, если бы ты себя не вел так, этого, естественно, бы не произошло. Я была уверена, что я с тобой больше не буду. Так а почему же вы пять лет с ним после этого прожили? Ну, мы после этого долго не виделись. А потом мне позвонили общие знакомые и сказали, что ему плохо, он с жизнью прощается. Меня это задело, и я поговорить решила с ним. Саша, я хочу, чтобы это осталось в прошлом. Саша еще какое-то время будет обижен. Все-таки то, что было пять лет назад по его вине сейчас дает ему повод на вас обижаться очень сильно. Я прав? Не будем об этом. Сколько лет вы в браке? Официально свадьба у нас была в прошлом году. Ну, первое время мы просто встречались года, наверное, ну, до года где-то, а потом уже стали жить вместе. Кстати, наследников еще хотите? Да. Так, может быть, общие дети как-то позитивно бы повлияло на ваши отношения? Может быть. Внимание, вопрос. Несмотря на желание мужа иметь общих детей, вы делали аборт, рассчитывая рано или поздно его бросить? Да. это правда. Вы знали об этом? О том, что ваша жена делала аборт? Ну, да. о скольких абортах вы знаете? О двух. А сколько вы сделали? На самом деле? Два. Он очень хотел ребенка. Он настаивал прям. Но последнее слово оставалось за мной. Ну, если бы я сказала, что да, я думаю, что он был бы рад. Но я знаю, что такое одной воспитывать ребенка. Решение завести второго должно быть уже принято в браке с тем человеком, с которым я буду уверена, что я буду с ним жить уже до конца своих дней и мы будем вместе воспитывать детей. Одна двоих детей я боюсь растить. А с Сашей есть такие моменты, когда я сомневаюсь, что я смогу с ним прожить всю жизнь. Да вы же пять лет вместе. Но это не срок. Не спешите вы, смотрю, жить. Ну, как бы жизнь уже научила особо не спешить. А вот то, что вы рассчитываете рано или поздно его бросить. Именно поэтому делали аборты. Вы как-то это комментируете? Я люблю его, но если он будет допускать ошибки, которые я не могу терпеть, что ли. О чем вы говорите? Я говорю об алкоголе. Если он не сможет, ну, скажем так, алкоголь может стать причиной развода. пьете? Ну, бывает. Какие все люди. Сколько раз в неделю? Не знаю. Раз два. А до какого состояния? Ну, немножко было. Прибирал. Может, он не помнит? Конечно, не помнит. Есть такие состояния, когда человек не помнит. в состоянии алкогольного опьянения он не осознает, что делает, что говорит. Он просто не в адеквате, он просто не понимает, что он делает. Замашки, толкание, замахивание. Когда последний раз? Не так давно. Пару дней назад. Ну, ругались, было дело. Ольга, вы что скажете об этом? Несколько было ситуаций, когда я имела возможность наблюдать, так скажем, почему Алена очень сильно огорчается, и как Саша ее огорчает. Были и скандалы, ссоры. Ну, формальный повод хотя бы какой? Он храпит ночью. Вы его будете, а он на возрух под... Да. Просто объясните мне, вы уж извините, что я с вашего горя смеюсь, но вы, зная, что ваш муж, когда выпьет, не в себе, вы его зачем будете и жизни учите? Я спать не могу. Поэтому лучше я по морде получу, но храпеть он в моем доме не будет. ток был один раз. А после этого... Ну, вы что? Хочу, чтобы он не пил. Готовы закодироваться? Он уже кодировался. Не помогло? тогда не бросит. Он просто не знает, насколько мне это неприятно. Я думаю, сегодня он должен понять меня лучше. Вот знаете, Александр, мне кажется, что ответ на следующий вопрос вам будет очень интересен. Готовы его услышать? Давайте. Внимание, вопрос. Будучи в браке, вы изменяли своему мужу? Нет. Как думаете, Александр Солгалажина? Давайте узнаем. Это правда. Рады? Да. Я дополню. Тот раз был единственный раз, когда я была с другим человеком, кроме тебя. Это не потому, что она такая хорошая, это потому, что вы очень строгий и контролирующий. Дай ей волю, она бы обязательно изменила. Да? Так ведь думаете? Нет. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось. Дай бог. Действительно как-то это наладится отношение. Знаете, вот с вами очень сложно быть в отношениях, вы давите. Причем делаете это как-то так мягко. Дочери не так улыбается, храпит, звонит по нескольку раз, приехать хочет за мной. Вот мне нужен был такой совет. Все-таки я загоняюсь или все-таки... Сто пудов. Без вариантов даже. Значит, буду попроще. Кстати, вы заработали пять тысяч гривен. Впереди второй блок. Если вы согласитесь и честно ответите на пять вопросов, сможете заработать 15 тысяч. Продолжаем? Да. Я готов вам задать первый вопрос второго блока. Внимание, вопрос. Вы возненавидели мать после того, как она каждому новому собутыльнику повествовала о вашем изнасиловании. Да. Это правда. Наталья, вы пьете? Да. Зачем пьете? Ну, были такие моменты, конечно. К нам в дом могли приходить в гости люди, любившие распить алкогольные напитки. И это, скажем так, далеко не успешные люди. Поэтому такое описание, наверное, подходит. от одного человека я узнала, что... Ну, то есть меня спросили об этом, а правда ли это? Я говорю, с чего ты взял? Он говорит, что мама рассказывала твоя? Я говорю, а... ничего подобного. Я никому это не говорила, они даже родственники никто не знает, ни близкие, ни друзья, с чего она это взяла, и кто это, я первый раз слышу. Это мой так называемый папа. не рассказала. вот это я только хотела и сказать, что, скорее всего, это могло быть, что это вот он... А ты считаешь, что он как раз тот человек в моей жизни, которому надо знать такие подробности? И, естественно, это ты не могла на трезвую ему рассказать? это родной отец, а больше я никому ничего на эту тему ни с кем не говорила. Он так переживал за меня все эти годы, что ты решила ему вдруг рассказать? Ну, во-первых, это не вдруг было, это уже прошло много времени. А вот вы сейчас за что маму осуждаете? Ну, я считаю, что она поступила неправильно, что рассказала. Может быть, конечно, не надо было бы ему говорить, но... В тот момент, когда я это узнала от него, мне было жутко неприятно, что он узнал это от нее, и я так понимаю, естественно, в какой атмосфере, потому что бы, ну, если бы она была трезвая, она бы никогда ему такого не сказала. А при каких обстоятельствах это произошло? Ну, был инцидент такой в моей жизни. Это на самом деле было изнасилование. Это было с конкретными угрозами и попытками побоев, чего я побоялась, и решила, как бы, согласиться на все его требования. Сколько вам тогда было лет? 15-16. Кто это сделал? Человек старше лет на семь-восемь. Лена мне долго не говорила, я вообще не знала. И когда я уже узнала, прошло уже достаточно времени. Как вы вообще на это отреагировали? Ну, когда узнали? Я ей говорила, что нужно обратиться, написать заявление. Кто это вообще? Ну, она мне не сказала, кто это, и где живет, и как его вообще зовут. Я этого ничего добиться не могла, и ни о каком заявлении. Лена не хотела идти, никуда ничего писать. Потому что, когда я уже узнала, это уже прошло достаточно времени, и если бы идти, то надо было в тот день как-то сразу, а сразу... В тот день ты была занята. Я пришла домой, в слезах ты даже не заметила. Я заметила. Нет, мама. Я с тобой хотела поговорить, ты закрыла дверь в комнату. Нет, я закрыла дверь в комнату, потому что дома сидели гости, и тебе было не до меня. Это сидел ее папа со своей женой. Вот это бывший мой муж. Он пришел со своей второй супругой. Мы знакомы. Ну, вот мы сидели, разговаривали. Да, Лена пришла, закрыла дверь в комнату. Так а почему в милицию не заявили? Ну, потому что не в тот день как-то не было. Так а почему в тот день не заявили? А, конечно, что, я одна пойду? В 15 лет буду говорить, возьмите у меня заявление? Если бы она сказала правду, то и отец сидел на кухне, и я сидела, могли бы пойти. Ну, если бы, так а бы. Ну, она ничего не сказала. Смотрите, Елена, я сожалею, что у вас в жизни произошел подобный инцидент, но вы ведь понимаете, что я не заявила в милицию, потому что мама не обратила на меня внимания, и я не заявила в милицию, потому что вот такая история произошла. Это же о разном. Конечно, Дмитрий прав. Я откуда узнала, с какими историями надо обращаться в милицию? Если бы мы с мамой, ну, могла я поговорить, объяснить, вот прийти домой, вот если бы она была в тот день трезвая, мы бы поговорили. Я бы сказала, мам, ну, вот так и так было бы. Так как вообще, надо в милицию с такими идти или не надо? И если бы она сказала, что да, надо, идем, я бы, конечно, послушалась бы все-таки. А так как это не было придано этому никакого внимания в нужный момент, а потом уже, как бы, что объяснять? Внимание, вопрос. Рассказывая всем о том, как вас жестоко изнасиловали, вы стыдитесь признаться, что просто сделали минет любовнику, который вас бросил? Да. Это... ...правда. Да, мне нету слов. Сейчас объясню. Ну, объясните. Это было против моей воли. Это было таким путем, именно потому, что в тот день я по-женски не могла по-другому его удовлетворить. Я рассказала подружке, она второй, и как-то вот так вот получилось. Но мама все равно виновата. Да. Я обижаюсь на нее за то, что она из-за алкоголя допускала ошибки в моем воспитании. Я дала все, что могла по своим силам. Я никогда не работала на одной работе, всегда на нескольких, всегда ее учила. Речь идет о том, что в период 15-17 лет ты могла на 2-3 дня забыть, что вообще не интересоваться мной. Я в эти моменты могла уходить из дому, делать, что я хочу, гулять с кем я хочу, заниматься тем, чем мне предложат. А потом на следующий день ты меня не пускала на улицу, пытаясь запретить мне гулять допоздна. Лена, если меня не было, значит, была бабушка. Ну, не всегда она и бабушку слушала. В общем-то, делала так, как считала нужно. Мама, у меня переходной возраст, какие бабушки, о чем ты говоришь? Когда она подросла, конечно, может быть, я и пожалела, что я много ей разрешала, мало наказывала, потому что я не слушалась, ночевать не приходила несколько раз, поэтому... Мне было все равно в те моменты. Где я? Что я делаю? Никогда мне не было все равно. Ты в те дни просто не помнила, что у тебя есть я. Внимание, вопрос. Вам было больно от того, что мать игнорировала ваше воспитание, поскольку большую часть времени проводила на кладбище, разгребая могилу вашего умершего брата? Да. Это... правда. Когда мне было 6 лет, а моему родному брату 5, случилась такая трагедия в нашей семье, что он умер. И мама это тяжело переносила. И мне ее очень не хватало. Ну, что сказать. Это, конечно, было очень тяжело. Это была такая трагедия, несчастный случай. Не по нашей вине родителей. Ребенок погиб. Причем сегодня утром был здоровый, а вечером уже как бы не стало. Ну, естественно, я очень переживала. И... похороны, то-сё. Муж в это время... Я с ребенком, с Леной на это время жила у родителей, а муж остался дома там, в той квартире. За это время он перебрался жить к соседке напротив двери. И когда мы с Леной вернулись домой, то папа уже выходил с другой двери. Было очень тяжело. Была... у меня такая ситуация, что... Да, я действительно ездила на кладбище, проводила там много времени. Я еле это вообще пережила. Тяжело даже вспоминать. Ну, сейчас уже, конечно, по истечении времени, конечно, боль не меньше. Просто я научилась с ней жить. А живому ребенку я пыталась отдать все то, что я не отдала двоим. Все пыталась ей одной. Ты должна была найти со мной какое-то понимание. Лена, ты забыла, что я работала в больнице, я работала сутками. Когда меня сутки нет, вот тогда ты творила, что ты хотела. Нет. Вы понимаете, что такое потерять ребенка? Мне кажется, вы даже не догадываетесь об этом. Но при этом вы очень легко осуждаете маму за то, что она там пила, забывала, бросала. Да, увы, к сожалению, мама не смогла вам дать то, что вы хотели. Это правда. Виновата ли ваша мама в этом? Нет. И это тоже правда. Ведь посмотрите, как сложилась жизнь вашей мамы. Она потеряла сына. Потом она потеряла мужа. Потом она потеряла дочь. К сожалению, ваша мама со своим горем до сих пор одна. У вас нелегкая жизнь, это правда. Но уж точно в этом нет маминой вины. Я в этом уверен. Я, получается, во всем виновата. У меня были такие мысли, значит, мне, видимо, самой сложно признаться, что эти ошибки совершенно не из-за мамных действий, я, наверное, просто из-за моей глупости. Мы остались вдвоем, и мне надо было... Я всегда работала не на одной работе, на несколько. От многих вещей ее детстве оберегала, никогда не заставляла ничего делать. Все делала сама. Мне казалось, что тогда так будет лучше. Вот. Я старалась, когда она была маленькая. Ну вот, как могла. А еще все это время я хотела тебе сказать, мам, спасибо, что ты осталась жить для меня. Я бы не смогла. Можно к тебе подойти? Ну, а чего нет? Господи, спасибо. Успокойся. Я хочу закончить. Хорошо. Но я, с вашего позволения, хотел бы вам задать еще один вопрос, который ни на что не повлияет. Но мне кажется, он поможет вам правильно расставить акценты в своей жизни. Один вопрос. Внимание, вопрос. Вам легче ныть о своей тяжелой судьбе вместо того, чтобы получить профессию и найти работу? я не буду отвечать. Хорошо. У вас есть право не отвечать. Но мы с вами ответ знаем. Я очень хочу, чтобы вы сделали из этого правильные выводы. Мой вам совет обязательно. Найдите себе хорошего психотерапевта. вам это очень нужно, потому что вы захлебнетесь собственной виной и обидами. От этого никому лучше не станет. Вам нужно снизить токсичность тех переживаний, которые вы испытываете по отношению к близким, по отношению к себе. Вот если вы хотите счастья своей дочери, это вам нужно сделать обязательно. обещаете это сделать? Да. Я завтра напомню про психоаналитика. На этом ваше участие в проекте закончено. Вы заработали пять тысяч. Можете подойти к своей группе поддержки. Фоты. Все нормально. Хочу сюда. Ну ты меня не бросишь. Ну подумай. Не бросишь. Мам, и ты мне прости, пожалуйста, что так все... Ну прости. Мне не бросилось. Вообще вообще все. Я же не бросилась. Я постараюсь поменять отношения к своим близким. Не требовать, наверное, от них каких-то... Сверхъестественного. Буду стараться, как говорит... Соответствовать всем моим требованиям. Ну я просто жалею, что ребенок вообще так мог думать обо мне. Вот это очень вообще жестоко. я все время ждала, что ты предо мной должна извиняться. Я сегодня поняла лишь, что я самой буду не мешала извиниться во многом. Я хочу, чтобы мама меня простила. Я простила иду тебе. Спасибо.